Всем большой привет! Я продолжаю делиться с вами моими покупками за последнее время и сегодня будут покупки декоративной бюджетной косметики. У меня немало всего накопилось и в основном я стараюсь покупать с максимальной выгодой, то есть когда действуют какие-либо скидки или акции. И большинство этих продуктов я покупала в магазинах Магнит Косметик, Рубаль Бум, Улыбка Радуги и Эдель. Я обожаю блески для губ, поэтому их тут больше всего. На втором месте у меня карандаши для губ, затем помада. Итак, начнем с блесков от Artvisage. У меня здесь нюдовый блеск Lacker Gloss в оттенке 307 и Diamond Extreme Shine Lip Gloss в оттенке 52. Очень на руке, на губах. Они, конечно же, будут смотреться немного по-другому. Так, этот у нас Extreme Shine Lip Gloss в оттенке 52. У него обычный, стандартный для таких блесков аппликатор. И вот этот вот нюдовый блеск. У него, как и у консилера от Artvisage, не аппликатор, а кисточка. Далее блеск для губ от Everline Lover's Ultra Shine в оттенке 611. Покупала в магазине Magnet Cosmetics. И вот так вот он выглядит на скотче. У него обычный, стандартный аппликатор. Блеск-матовые помады от Luxe Visage Pin Up Ultra Matte. Перед покупкой я читала много отзывов, смотрела свотчи. И меня больше всего привлекли оттенки 20, 21 и 23. Но 21 я так и не застала в магазине, поэтому купила только 20 и 23 оттенки. Свотчи 20 и 23. Также я очень хотела попробовать такие же подобные матовые помады от Reluie Compliment, но не нашла где их купить, поэтому пока что только Luxe Visage Pin Up. Дальше блеск для губ от Stellar California Nude. Лаковый блеск для губ в оттенке 03 Desert Nude. Очень такой красивый, люксовый дизайн. Холодный нюдовый оттенок. Далее блеск для губ от Estrade. Gloss Brilliant, искрящийся в оттенке 201. Это просто прозрачный блеск с блестками. Вот этот вот. Дальше мастер для губ от Catrice Dewful Lips в оттенке 0,40. Очень хотела его попробовать. Вот этот вот свотч, очередной полупрозрачный нюд. Дальше блеск для губ от Luxe Visage Glass Shine в оттенке 10. Вот он, красивый, сияющий оттенок. Дальше блеск для губ от Divage Crystal Shine. 3D эффект и разглаживающий в оттенке 02. Вот он, тоже полупрозрачный, сияющий. И осталось два продукта от Max Factor. Это не совсем блески для губ, это матовые помады. Первое это набор Lipfinity в оттенке 160 Aist. Здесь матовая помада и блеск, который наносится поверх нее. И Lipfinity Velvet Matte, это матовая помада в оттенке 135 Elegant Brown. Вот свотча, справа Lipfinity Velvet Matte и слева обычная Lipfinity. И блеск для губ выглядит вот таким образом. Он легко наносится поверх помады, увлажняет губы и не двигает помаду. И свотча всех оттенков, вот здесь вот на вот эту помаду Max Factor, я попробовала нанести блеск. Красота! Именно такие оттенки я люблю. Мудовые, прозрачные, с блеском, шиммерные. Также для губ у меня два карандаша и две помады. Первая это помада от Vivienne Sable из серии Immersie в оттенке 02. Вот так вот выглядит этот оттенок, такой коричневый нуд. И вот свотч. И помада от L'Oreal. Мне нравится качество помад от L'Oreal. И увидев скидку в магазине, я решила взять попробовать оттенок 560 Sosie Moff. Вот так вот он выглядит на свотче. Это не совсем нюд, но все же очень красивый розово-лиловый оттенок. И из карандашей для губ у меня от Seventeen, водостойкий карандаш в оттенке 02 Pink Tint. Это гелевый карандаш и оттенок такой бежевый с розовинкой. Я слышала много хороших отзывов о карандашах для губ от марки Stellar. И поэтому мне тоже захотелось их попробовать. Перед покупкой я думала, какой же оттенок взять. И читала отзывы, смотрела свотчи. Но в результате потом в магазине по свотчу все оттенки я остановилась на оттенке по номерам 10. Конечно же очередной нюд. Но нюда много не бывает. Кстати, карандаш я еще не точила. Вот в таком вот видео он у меня был сразу же после покупки. Дальше тушь от Vivienso Bocobre Premiera и гель для бровей от Artvisage. Пользуюсь этими продуктами на постоянной основе. Они мне нравятся. Поэтому я их купила повторно и пока что не распечатывала. Дальше карандаш для глаз от марки Covergirl. Не знаю в каких еще странах кроме Америки представлена эта марка. Но все равно покажу его. Я люблю карандаши для глаз в бордовых оттенках. Тут еще на самой упаковке такой красивый макияж. Поэтому я решила взять его и попробовать. Это гелевый карандаш. И сразу же после покупки, когда я его пробовала, он у меня сломался. Поэтому здесь он уже подточенный. И вот свотч. Ну, по первым впечатлениям могу сказать, что я ожидала больше пигментации, больше насыщенности. Дальше карандаши для бровей. Первый это карандаш от Vivienso Bocobre в оттенке 04. У меня уже есть эти карандаши в оттенках 2 и 3. Но в какой-то момент мне казалось, что они мне чуть-чуть светловатые. Поэтому я решила, что мне нужен и 04 оттенок тоже. Карандаш от Eva Mosaic в оттенке карие очи. Также читала много хороших отзывов об этих карандашах. По первым впечатлениям могу сказать, что этот карандаш хорошо и мягко наносится. И дает такой пудровый эффект. И два карандаша от L'Oreal. Первый это Brow Stalys Shape & Fill в оттенке Dark Brunette. И второй Brow Stalys в оттенке Brunette. Этот карандаш идет в форме треугольника. Но, к сожалению, оттенок Dark Brunette мне чуть-чуть темноват. Но буду пользоваться им осторожненько и слегка наносить. И второй карандаш такой обычный, тоненький. Вот так вот хорошо он наносится. Можно им прорисовывать волоски. Дальше кисть для макияжа от марки TF Home Professional. У этой марки вполне достойные хорошие кисти стоимостью от 50 до 200 рублей. Эту кисть я покупала в обычном хозяйственном магазине примерно за 100 рублей. На упаковке написано, что это кисть для нанесения и растушевки всех текстур. Но изначально она мне увиделась как кисть для консилера. И действительно она хорошо с этим справляется. Хорошо наносит и распределяет консилеры в зоне под глазами. Дальше тени для глаз. Первое это отнушка от Catrice в оттенке Wild Ginger. Это такой серо-коричневый лиловый оттенок, который хорошо подходит для складки века и для растушевки других оттенков. Дальше тени от Artvisage в оттенке 132. Тоже такой красивый серо-коричневый оттенок. Хотя тут на камере он кажется больше серебряным. Также мне давно было интересно попробовать этот многофункциональный сияющий гель от Estrade. Я взяла оттенок 86 Beyoncé. Вот так вот выглядит свотч. Думаю, многие его уже пробовали. И популярные тени от Luxe Visage Metal Hype. Не знала, какой оттенок приобрести. Читала отзывы, свотчила в магазине и остановилась на оттенке 14. Вот так вот он выглядит на свотче. Такой бронзовый и как будто чуть-чуть с зеленым, с оливковым. И последнее это лаки для ногтей. Я окрашу ногти сама обычными лаками. И в качестве базы под лак и топового покрытия я люблю использовать лаки от Умная Эмаль. Здесь у меня супер защитное покрытие, укрепитель ногтей и бриллиантовая основа. Это мои постоянные расходники и я их покупаю уже на протяжении многих лет. Каждый из этих лаков я могу использовать и как базу, и как топовое покрытие. А также просто сами по себе без цветного лака, чтобы придать ухоженный вид ногтям. Дальше два лака от Essence. Покупала в магазине Rubal Boom. Название оставлю в описании под видео. И кстати сейчас на ногтях у меня тоже лак из этой же серии. И еще два лака от Sally Hansen. Покупала их недавно. Не думала, что они будут настолько похожи с лаками от Essence. Но нравятся мне такие оттенки. Ну вот и все мои покупки за последнее время. Сейчас я начну всем этим активно пользоваться. Надеюсь вам было интересно посмотреть и увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok